Глава района Роман Синеговский провел выездную строительную планерку на трех социальных объектах – новой школе, детско-юношеской спортшколе «Юность» и историческом памятнике «Доме купца Мазепы». Подробности в первом материале выпуска. Строительство новой школы завершено в декабре прошлого года. Общий объем государственных средств, освоенных на объекте, свисше 600 миллионов рублей. В работе остается благоустройство школьного двора. Спортивные площадки построены, проезды заасфальтированы, завершается укладка плитки. Идет подготовка участков к весеннему озеленению. Роман, до конца января это все будет установлено, потому что снег выпал. Сейчас на этой неделе потепление, и все будет установлено, и все будет стоять. Ну а с забором что ли? С забором занимаемся. То же самое до конца февраля все будет стоять. И забор, и калитки, и ворота. Оно уже сварено, и все. Внутри школы глава района осмотрел кабинеты, помещение столовой. Актовый зал убедился, что все подготовлено к дальнейшему обустройству. Роман Сенеговский поставил задачу со второй половины января начать оснащение школы мебелью и технологическим оборудованием. Все это уже закуплено, и в ближайшее время будет размещено. Своих учеников школа примет 1 сентября этого года. В детской спортивной школе «Юность» глава района проинспектировал качество капитального ремонта здания, которое выполняется по краевой программе на условиях софинансирования краевого и районного бюджетов. Общий объем средств – более 50 миллионов рублей. Строители укрепили стены, заменили кровлю, установили новые оконные блоки. В помещениях идут работы по выравниванию и покраске стен. Завершается обшивка фасада. Глава района потребовал строго соблюдать сроки работ. Весь объем капремонта должен быть выполнен в этом году. Третий объект стройпланерки главы – дом купца Мазепы. Благодаря поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, этот исторический памятник архитектуры бережно приводится в порядок. Сохранением всех его особенностей. По краевой программе на объекте будет освоено более 17 миллионов рублей. Недавно завершены работы по ремонту кровли. Роман Сенеговский отметил их качественное выполнение. Внутри здания глава района проконтролировал, как выполняется выравнивание стен, укрепление потолка, замена пола. Глава отметил, что подрядчик работает добросовестно, соблюдение сроков и качества ремонта без замечаний. Анна Монастренко, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин